Сейчас, начинаем допись. Сергей, день добрый, вечер добрый. Да, добрый вечер, Андрей. Вот, как у тебя настроение после короткой недели? Да, настроение на отдых. А аналитика, вообще тебя клиенты не беспокоят по выходным? Ну, как сказать, есть те, которые могут побеспокоить. Понятно, у меня тоже сегодня домогались какие-то люди, но я сказал, ну, потом, потом уже, не могу по выходным. Нет, у меня какие-то не домогаются, а те, кто там звонит по каким-то вопросам с теми людьми, с которыми я там давно знаком, скажем так, ну, почему? Я в любое время доступен. Ну, предлагаю обсудить общую архитектуру рынка после заседания ФРС и в конце уже выйти на рубль. И ты скажешь, что рубль по 72 заканчивается, это будет хайповое видео. Договорились? Что значит, как по 72 заканчивается? У нас есть один человек, который запилил ролики, рубль по 75 заканчивается. Ой, доллар, доллар по 75. Вот это как сказать. Дальше типа будет по 100, да? В обмене заканчивается. То есть посыл такой был, ясно. Ну да, вокзал уходит, трамвал уходит, все. Трендес наступает. Ну ладно, значит, уже две минуты прошло, серьезности нет. Сейчас напишу, что Верников что-нибудь принял до храбрости. Скажи, как вообще эта неделя прошла? То есть насколько эта все движуха была ожидаема по акциям? Ну давай начнем с американского рынка. СНП был ожидаем уровень 3,230, вот этот диапазон. И на прошлой неделе, в еженедельном обзоре, в прошлую пятницу, я как раз писал о том, что с этого рубежа, вот 3,200+, очень высоки вероятности коррекции. Ну и, по-моему, в понедельник, в утреннем обзоре я тоже об этом писал. В общем-то, заседание ФРС стало, скажем так, формальным поводом для фиксации на американском рынке акций. Но здесь есть один тонкий нюанс. То есть если поподробнее посмотреть, о чем говорил Пауэлл, в общем-то он выступил за то, что, условно говоря, рынок гособлигаций, доходности там сильно выросли за последнее время. Ну, можно так сказать, да, что сильно. По десятилеткам они уже приближались к отметке 1%, а в свете того, что нужно продолжать стимулировать экономику, а экономика стимулируется за счет напечатанных денег, за счет заимствований. В общем-то, стоимость заимствований начала расти. И в связи с этим вот как раз он сделал такой акцент на долговом рынке, о том, что возобновляется объем покупок, увеличивается объем покупок как раз трежерис. Ну, соответственно, на фоне в моменте там, да, перегретых рынков нужно было как-то остудить этот пыл и перевести внимание игроков на рынок долга. Вот, соответственно, понизив, ну, тем самым, если они пойдут, и мы сейчас это видим, что доходности начали снижаться, то есть деньги пошли в так называемый safe haven в американские трежерис. Вот такой вот, скажем так, финт ушами был сделан на заседании Федерального резерва. А то, что там он сказал, скажем так, об опасениях за перспективы американской экономики, ну, это уже все вторично. Поэтому основные моменты – это вот ключевой уровень 3,230+, и, собственно говоря, вот такое решение Федрезерва, как бы усилить привлекательность долгового рынка. На следующей неделе, в пятницу, на американском рынке будет экспирация по фьючерсам и опционам. Это 19-е число будет. Ну, и вот как раз, наверное, нужно посмотреть, в каком направлении рынок двинется. То есть изначально предполагалось, что под экспирацию его как раз тащили на вот новые хаи. Ну, посмотрим. Возможно, если коррекция продолжится, что может экспирация вполне пройти на более низких уровнях, чем сейчас. Но это пока как один из вариантов. Все это будет видно уже ближе к понедельнику. Сегодня же все-таки четверг, они еще и завтра будут работать, в отличие от нас. Ну, а на российском рынке, раз уж, да, я так продолжу, вот. У нас был достаточно нудный такой долгий боковик. Это по индексу Мосбиржи 2700-2830. И здесь особое внимание нужно обратить на уровень 2680. В общем-то, если рублевый индикатор его проходит, продажи могут усилиться. И следующие отметки у нас по индексу Мосбиржи будут 2600, 2560, 2550. Кстати, отмечу, сегодня наш рынок, несмотря на внешний вот такой вот негатив, чувствовал себя достаточно неплохо. Индекс Мосбиржи закрылся в пределах, там, минус полтора процента. А в Лукоиле такая достаточно неплохая динамика. Правда, на постторгах его, конечно, выдернули на положительную территорию. Но, тем не менее, по Лукоилу здесь, наверное, работает фактор дивидендной отсечки, которая, по-моему, с учетом Т-плюс-2 будет 8 июля. Дивиденды там достаточно неплохие, хоть это и финальные, да, будут дивиденды. Но, тем не менее, в общем-то, как-то так. Ну, и большинство наших бумаг закрылись как раз на поддержках. Возможно, они будут, конечно, пробиты в понедельник, когда мы откроемся, если негативные настроения на глобальных финансовых рынках ухудшатся. Но здесь уже нужно смотреть. Интересно. Тут у меня подписчик один пишет, что надо покупать НЛ России. Дивиденды на три года гарантированы 8%. Он продал все акции и оставил только НЛ России. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, гарантированных, наверное, на три года не бывает. Могут быть неплохие дивиденды в этом году, да. А в следующем, ну, не факт. То есть ситуация может поменяться. И таких историй полным-полно. Ну, к примеру, вот о том же Лукоиле, о котором я недавно сказал, да. Финальные дивиденды будут неплохими за 2019 год. Но в следующем году, наверное, у всех нефтяников они будут не айс, скажем так. У Сургута вообще дивиденды в этом за 2019 год копеечные. И попревки там, на мой взгляд, делать ставку именно на дивидендную историю, ну, вообще никак. Ну, Сургут мы с тобой обсуждали. И там очень часто идут какие-то там свои нерыночные движения. Поэтому такая своего рода угадайка. Там нужно уже просто, покупая бумагу, думать, вздернут его маркетмейкеры из-за интересанта, да, там выше, либо нет. Нет, нефтянка это не вариант. Просто заинтересовался этим сообщением. Наверное, надо посмотреть еще раз НЛР, раз такая штука. Ну, здесь же вопрос в том, что на три года. Ну, ни одна компания тебе на три года вперед не скажет, какие на дивиденды будут платить. Если отталкиваться от дивидендов за 2019 год, я просто не видел, какая там доходность. Возможно, да. Но на три года вперед, ну, я бы поостерегся вот так вот прямо утверждать. Вчера очень неплохо в Америке торговались акции технологии. Там Apple, Tesla. Tesla пробил тысячи. И так, как ты думаешь вообще, это пузырь или нет? Многие спорят, говорят, Tesla – это пузырь. Ты знаешь, сложно говорить, пузырь не пузырь. Знаю просто одну историю. Не помню, обсуждали мы с тобой на этом канале или нет. Всем известный Гербалайф. Вот. Но многие тоже считали, что это пузырь. И делали крупные ставки на падение акций. Но в результате он все рос, рос, рос. И шартистов все выносили и выносили. Поэтому пузырь не пузырь. Здесь, как бы, на фондовом рынке, да, есть такое понятие – пузырь. Но фишка в том, никто не знает, когда он схлопнется. И вот так вот сломя голову ставить на его сдутие, ну, я бы поостерегся. Особенно в таких бумагах, как Tesla. Если я не ошибаюсь, по-моему, весной или еще в конце зимы вот этого года в Tesla был такой феерический взлет акций. Но там, оказывается, заинтересантами были крупнейшие инвестиционные компании. Вот я точно не помню. То ли JP Morgan, то ли Goldman Sachs. И если фундаментально, да, действительно смотреть то, что у Tesla, допустим, там нет прибыли, да, но рынок так устроен, что вот инвесторы считают, что там прибыли будут, может, там через 5, там через 10 лет, и отыгрывают эту историю. Ну, и, конечно же, впечатлило игроков, наверное, вот этот успех с запуском SpaceX. То есть, ну, вот, наверное, вот как-то так. Ну, я бы, на самом деле, наверное, все-таки бы при выборе акций ориентировался, ну, в том числе, по большей части, на фундаментальные показатели. Потому что техника техникой, фантазии фантазиями, ну, лучше бы, если бы эти фантазии были бы подкреплены каким-то, ну, действительно реальными прибылями, да, реальными, позитивными, там, фундаментальными показателями бумаги. Вроде бы успешный грузовик, и они собираются наращивать производство своего электрического грузовика. Так, по крайней мере, рейтерс об этом сообщает. Ну, это, опять же, из серии «Если бы, да кабы, да во рту росли грибы». Но вот как-то так. Вообще-то, какие-то акции видишь сейчас американские, интересные, которые можно покупать? Потому что сейчас какая-то наметилась там коррекция все-таки. Вот. Ну, давай будем по ходу пьесы, может быть, как раз в следующем обзоре и посмотрим. Во-первых, еще не факт, что они, как бы, углубят эту коррекцию. Вот. Посмотрим, как закроют неделю. И потом уже будем рассматривать какие-нибудь интересные идеи, скажем так. Хорошо. Давай поговорим о нашем рынке. Тем более, ты уже «Сургутнефтегаз» сказал. Да, вот был обзор интересный по золоту, а Морган Стэнли ожидаю 2000 в следующем году. Ну, это не очень много, но все-таки... Голмстаг, прости меня, прости меня. 1800 – 2000 за унцию. Вот. Ну, и вообще сейчас золото как-то воспрял. Ты видишь, золото воспряло потихонечку. И полюсу... Я же не рекламирую полюс, я просто обращаю внимание. Обращаю внимание, что вот полюс есть, да. Как ты считаешь, может, все-таки часть денег хранить в этих акциях, золото добывающих? Ну, давай начнем с золота. У золота просто обратная корреляция с фондовым рынком. Падает фондовый рынок. Ну, это сейчас, пока, по крайней мере. Растет золото. Но, опять же, хочу напомнить, что на февральском снижении золото падало вместе с рынком. В какой-то момент и достаточно серьезно. Поэтому здесь заигрываться в это, наверное, не стоит. Если, скажем так, коррекционные настроения на биржевых площадках усилятся, то золото ждет та же участь, что и в феврале. То есть, если игроки сильно закредитованы, чтобы покрыть свои позиции, если мы рассматриваем негативный сценарий, они будут продавать и золото. Что касается полюса и полиметалла. Ну, это вот здесь все-таки российский рынок. И, ну, та же обратная корреляция. Снижается рынок, начинает выдергивать полюс и полиметалл. Ну, это то же самое, что, допустим, шортить там РТС или Сбербанк. Ну, получается практически то же самое. Нужно смотреть уже по каким-то техническим моментам и по внешним условиям. Если рынки, допустим, это, скажем так, коррекция какая-то сиюмоментная, да, там через какое-то время она закончится, ну, опять начнут продавать полюс с полиметаллом и покупать другие бумаги. Ну, у нас есть активы, у которых трендовое движение, а у нас есть золото, которое находится в боковом движении. Вот люди покупают по 1675, да, и уже покупали раза четыре и все время успешно покупают, да. Наверное, у кого-то мозги повернуты хорошо для того, что работать в боковом диапазоне, правильно? Ну, и в боковом диапазоне, наверное, люди знакомы с этим инструментом, часто его торгуют, уже знают определенные там манеры маркетмейкеров, вот, и поэтому у них получается. Мы с тобой тоже это обсуждали там в предыдущих твоих роликах, что у каждой бумаги, у каждого актива есть свой характер. И к каждому там бумаге, к каждому активу нужно привыкать. Ну, вот как только ты привыкнешь, поймешь характер, да, актива, ну, начнет получаться. Хорошо, поговори по поводу нефти и роста запасов, что ты ожидаешь по нефти? Хотя бы такой прогноз, такой, до торговли. То есть, в какой момент нужно выходить с контрактов, и в какой момент надо усиливать позицию по нефти? Ну, смотри, всемогущий Голдман Сакс в очередной раз пытается своими, как бы, ресерчами помедведить нефть. Вот они объявили о том, что нефть, в общем-то, должна сходить на 35. Сейчас по технической картинке, если баррель бренда стоит, цена бренда проходит уровень 38, да, входит, тогда в диапазон у нас 37 как раз на 35. Ну, там вот можно, наверное, если такой сценарий реализуется, по 35 нам, возможно, попробовать брать. Сейчас вот нужно просто определенное время, наверное, до следующей недели понять, насколько глубокой может быть вот коррекция, которая началась сегодня. Будет ли это действительно коррекция, или это перерастет в какой-то обвал рынки? Очень быстро выросли. Ну, западный NASDAQ вообще обновил исторический максимум. Кстати, заметил давно уже такую тенденцию, как только в СМИ появляются заголовки, что капитализация той или иной компании там превысила, там, чего-то исторический максимум, потому что, по-моему, Apple и, не помню, кто там второй, полтора триллиона, что ли, долларов или, ну, где-то, да. Вот так. И как раз на следующий день пошла-поехала коррекция. Так же, как и на прошлой неделе, в биржевой ленте тоже появилось сообщение о том, что Сбербанк превысил капитализацию Доспрома. На следующий день бумага упала. Ну, вот смех смехом, но за такими заголовками тоже нужно смотреть и, в общем-то, уделять им определенное внимание. Вот. Поэтому нам-то уже все, у нас выходные, поэтому будем разбираться уже с этой ситуацией на следующей неделе. Если все-таки действительно все пойдет по негативному сценарию, то есть коррекция будет продолжаться, то, скорее всего, она как раз и пойдет до пятницы, до экспирации как раз фьючерсов и опционов на американском фодовом рынке. Ну, а там уже ближе к делу будем смотреть, там, что купить и как вообще себя вести дальше. Я заметил, вот, заголовки новостей тоже очень сильно влияют. Как только пишут, индекс РТС превысил максимумы за пять лет. Ну, что-нибудь в таком духе. И все. Ну, в том числе. Да, и все. Пиши, пропало. Вот. Поэтому страшно, страшно. Это все подается с глазу. С глазу. Вот сейчас мы с тобой... Я так смотрю за американским рынком, пока мы с тобой. Ну, то, что сейчас торгуются, это не имеет никакого значения. Мы уже будем отыгрывать закрытие пятницы, по-моему. Ну, конечно. Ну, я говорю, мне очень, как бы, смутило вот такое закрытие на российском фондовом рынке. Ну, в общем-то, как-то проигнорировалась и снижающаяся нефть, и падающая Америка там более... Свыше там трех процентов, поэтому... Да. Ну, здесь есть, конечно, логичное объяснение. То, что завтра-то мы не работаем. И если, опять же, негатив в Америке продолжится, мы это с лихвой там отыграем уже в понедельник. Я обратил внимание на Америку. Там после пяти месяцев снижения заболеваемости коронавирусом опять пошло повышение в некоторых штатах. Ну, очевидно, когда сняли маски там, и народ немножко расслабился, да. Мне кажется, это может быть тоже одним из таких неприятных моментов, которые, в принципе, подтачивают и цены на нефть, и... Ну, экономика тоже. Ты знаешь, история с коронавирусом, она, наверное, такая самая загадочная. Там всю какую-то правду мы узнаем, наверное, спустя 5-10 лет после. И, опять же, тут как поведут себя заголовки Рейтер и Блумберг. То есть, если там начнут раскручивать тему второй волны коронавируса, ну, конечно же, изрядно выросшие в цене рисковые активы подвергнутся еще большей распродаже. Но, не знаю, как бы насчет там второго, третьего дна. Опять же, не будем сейчас фантазировать. Давай посмотрим, как рынки будут подходить к ключевым уровням. Будут ли они их там пробивать или отталкиваться, и на новостной уже фон. Чем это будет сопровождаться? Это я к тому говорю, что американский рынок, скажем так, слегка перегрет, и поэтому чувствительен к любым негативным новостям, по-моему. Ну, он не то, что слегка. Нет, ты знаешь, на мой взгляд, даже если бы не фаза, как я уже вначале сказал, заседание ФРС, да, и какие-то там заявления Пауэлла, это просто формальный повод. Ну, вот даже если бы все новости бы отключить, в любом случае от 3,230, да, с копеечками, СНП бы все равно пошел бы вниз, ну, просто по-любому. Ну, и да, конечно же, я даже читал в каком-то из западных СМИ, что вот этот вот, ну, якобы кризис, да, в Америке, и рост биржевых индексов произошел самый быстрый в истории, то есть вот как-то так, за всю историю. Здесь тоже, извини, есть логичное обоснование всему этому, то есть все-таки 21 век, технологии растут, ну, и плюс, конечно же, огромнейшие деньги ФРС и других крупнейших мировых центробанков, то есть если бы они, конечно, вот так быстро бы не залили рынки деньгами, то, конечно, такого и всплеска бы не было. Помнишь, мы еще как раз пару месяцев в марте, я, по-моему, да, это ближе к концу марта, ну, даже март, начало апреля, в очередном ролике я как раз говорил, что по технике СНП-500 вошел на бычью территорию. Ну, вот и пошло-поехало. Понятно. По поводу нашего рынка, давай поговорим по отдельным историям, по тем историям, которые имеются в портфелях у наших инвесторов, которые смотрят это видео. Сбербанк. Так, ну, Сбербанк, не смог он 222 там пробить, вот как раз на этом уровне первый раз и была новость о том, что Сбер превысил капитализацию Газпрома, это была его первая коррекция. Потом была попытка второй раз пробить этот уровень, ну, не вышло вот как-то так. Так, опять же, пока индекс Мосбиржи у нас закрылся в диапазоне, который, он там выше 2720 закрылся. Я вот в начале видео говорил, ключевая точка, где нужно беспокоиться, это 2680. А пока, ну, мы просто не знаем, как, что произойдет в понедельник. Вот если пройдем 2680, тогда там нужно, наверное, и подумать, может быть, избавиться от каких-то позиций. Но здесь, опять же, это для спекулянтов, а для тех, может быть, кто долгосрочно держит, возможно, и не стоит. Но в любом случае, если проходим 2680, то и Сбер пойдет куда-нибудь там в район 180+. А является ли Сбербанк твоей акцией фаворитом? Я звонил одному человеку опытному, ну, правда, реально опытному, успешному. Он сказал, у меня только три акции, которые все время покупают. Сбербанк, Московская биржа и Полюс. Я просто увеличиваю, увеличиваю, увеличиваю долю этих трех акций. Вот ты можешь сказать, что это входит в тройку фаворитов у тебя, Сбербанк? Нет, у меня нет, но когда-то в шестом, седьмом, в восьмом году, да, я активно там Сбером торговал, скажем так. Но фаворитом он моим на данном этапе не является. Но, тем не менее, бумага хорошая. Это единственный представитель нашего банковского сектора, который там можно покупать, продавать, ну, в зависимости от ситуации. ВТБ намного хуже, это однозначно можно сказать. Это да. А что ты, есть у тебя фавориты? Ты можешь их огласить? Три фаворита. Ну, пока мне нравится Лукойл. Ну, вот, несмотря на то, что он засранец так и не упал сегодня, а даже вырос. Ну, это, конечно, связано там с грядущей там дивидендной отсечкой. Нравится мне МТС, но сильно дорогая бумага. Но если обстоятельства так сложатся, что в текущем году она будет где-нибудь в районе 250 рублей, скажем так, то можно будет рассмотреть на покупку. Татнефть тоже неплохо, несмотря на то, что дивидендов там практически не будет за 2019 год. Но, тем не менее, кстати, она тоже закрылась на поддержке. Там выход был к 620, попытка, там чуть-чуть не дотянули, и 570, там как раз поддержка у бумаги. Вот. Что еще? Ну, вот, если из трех, ну, наверное, пока так. Скажем так, МТС, Лукойл и Татнефть. МТС сейчас покупать, на мой взгляд, не вариант. Слишком дорогая. Хотя я и видел апгрейды некоторых компаний про 350. Ну, потенциал роста не очень большой. Думаю, что неплохая коррекция там будет как раз после того, как закроется реестр. А вот как это что-то белая ворона, которая сегодня выросла? Московская биржа. Ну, почему же белая ворона? Последние там... В хорошем смысле? Да, последние там несколько недель бумага чувствовала себя достаточно неплохо. Ну, опять же, сейчас скоро вот в июне запустятся вечерние торги. Вот. Ну, это тоже будет определенный плюс. Ну, более-менее неплохие дивиденды. И здесь как раз тот случай, когда казино всегда в плюсе. Газпром. Газпром. Ожидается тоже неплохие дивиденды. И с учетом того, что бумага там корректируется, вот тоже можно включить в свой ватч-лист. В прошлом ролике, если я не ошибаюсь, мы с тобой как раз говорили про уровни там 200, там 201. Ну, вот вуаля, пробиты эти уровни. Сейчас, ну, на следующей неделе будем смотреть, углубиться коррекции или нет. Но с той дивидендной доходностью, которую предлагает Газпром, несмотря на все варианты там про северные потоки, да, еще какие-то вещи. Ну, в общем-то, до дивидендов, по крайней мере, бумагу там можно рассмотреть, на покупку подержать. Я уж не знаю, как идти в отсечку или нет. Подсечку, мне кажется, в большинстве бумаг в этом году идти, наверное, не стоит. Потому что, когда закроются реестры, то есть все же понимают, что в следующем году дивидендная доходность будет минимальная у большинства компаний. Это может создать определенное давление. Здесь тоже такая рулетка, то есть тут как уже заинтересанты захотят, скажем так, и рыбку съесть, и дивиденды забрать, вот, либо нет. Поэтому закрытие дивидендов ГЭПа под большим вопросом. Но если люди там, допустим, неплохо заработали перед отсечкой, я думаю, лучше, наверное, не жадничать, вот, как бы забрать свои там несколько процентов и, в общем-то, успокоиться. Норильский никель. Меня сегодня спросили, посадят ли Потанина, американцы. По Норильскому никелю была информация о том, что как раз компания, ну, точнее, ее бенефициары предложили не платить дивиденды в текущем году. Это и стало, в общем-то, вот таким негативным триггером. Здесь у нас есть поддержка 19 тысяч. И далее, если бумага проходит, следующее будет в районе 18500-18600. Поэтому здесь нужно поаккуратнее, вот, с бумагой. Ну, основной, конечно, негативный момент – это то, что не будет дивидендов. И с учетом того, что бумага после прошлой коррекции очень неплохо выросла, то вполне, как бы, я не исключаю, если коррекция на внешних площадках продолжится, то вот эти уровни 18500-18600, ну, вот, в этом диапазоне, да, они вполне достижимы. Роснефть вроде бы слетела с повышательного тренда, что уже покупать не надо ее? Ну, я много раз озвучивал свое мнение по Роснефти. У нас, в отличие там от банковского сектора, телекомов, да, нефтяной сектор представлен достаточно широко. И Роснефть, как бы, здесь не является фаворитом. Но есть нюанс. Дивиденды там тоже достаточно неплохие. Поэтому нужно отслеживать дальнейшую динамику бумаги. И, возможно, что, как бы, на фоне, опять же, там, коррекции дивидендная доходность, она, конечно же, увеличится. Соответственно, и перспектива под отсечку можно попробовать. Магнит. По магниту все осталось без изменений с фундаментальной точки зрения, да, ну, как бы, все там же. Единственное, что, опять же, Голдман Саксы были правы, когда, ну, наверное, меньше месяца назад заапгрейдили магнит там в район 4 тысячи плюс. Ну, волатильно, нудно, с высадками пассажиров. В общем-то, магнит там дошел до 4 тысяч, там, возможно, там превышал. Я сильно его не отслеживаю. Так он болтается у меня котировкой. Я так посматриваю краем глаза. Но, как бы, как покупка его не рассматриваю. Лучше у Шикс Вайф, который, кстати, сегодня в лидерах роста. Сергей, что для тебя День России праздник? Ты вообще празднуешь его? Ну, как? Праздную, конечно. Это повод вообще отпраздновать. Вообще, там, по-моему, День Единства, нет? Не так называется разве? День Согласия, там, что-то еще там как-то. По-моему, это осенью. Мы когда поляков... А, да? Это тогда осенью. Мы поляков там выбили. Просто в постперестроечное время, да, и во времена Новой России появилось столько праздников. Ну, я-то человек достаточно взрослый, поэтому у меня праздники – это Новый год, 23 февраля, 9 мая, ну, и дни рождения мой и моих там близких людей, скажем так. То есть, ты не помнишь в 90-м году, как была декларация о суверенитете принята? Я прекрасно помню там 90-й год, когда в Москве объявлялось чрезвычайное положение в связи с вот этими пучами и штурмами там Белого дома. Все это я прекрасно помню. Мне тогда было, я уж не помню, лет 16-17, может, даже поменьше. Где-то так, плюс-минус. Ну, тогда хорошо, Сергей. Значит, с праздником тебя, наступающим. Про рубль мы с тобой забыли поговорить. Я на всякий случай так, опа, а я забыл. А нету, обведник мой ушел, и фонарь погас, все. Да-да-да. Давай, про рубль. Тебя тоже с наступающим. Ну, так вот, про рубль. Ну, естественно, то, что ухудшение ситуации на внешних площадках, да, и в том числе, там, на сырьевых, создает давление на рубль. В пятницу, в следующую, у нас будет заседание Центрального банка России. Снижение, ну, предполагаемое, ставки на 100 байсных пунктов уже, в принципе, в рынке. Поэтому здесь поддержки уже не будет. И сейчас рубль, наверное, все больше будет зависеть как раз от движений на американском, европейском рынке и на рынке нефти. Ну, и он уже приближается, там, к отметке 70 по отношению к доллару. Ну, и, соответственно, да, пока определенная как-то слабость у рубля наблюдается. Но мы с тобой же еще месяца два с лишним назад говорили об уровне 68, которого он, в принципе, и достиг. Это, скорее всего, сейчас и будет локальным пределом укрепления рубля. Видишь, как мы с тобой четко все-таки обозначили уровни. Я могу продемонстрировать, еще доллары есть у меня. Но на тысячу уже не хватило. 980. Не хватает аналитика на тысячу долларов. Вот. Сейчас я прямо в личном кабинете покажу, чтобы мне люди это самое. Так что верненько в долларах. Вы не волнуйтесь, ребята. Ну, смотри, здесь есть, на мой взгляд, тоже один нюанс. Делать ставку на Армагеддон 2.0, ну, конечно, можно. Но вот бежать, покупать доллары по текущим ценам я бы все-таки не стал. Ну, посмотрим. Может быть, конечно, Армагеддонщики будут там правы со вторым дном. И может быть, рубль там... Я, честно говоря, слабо верю в повторный заход на 80 рублей. Вот. А следовательно, ну, по крайней мере, пока, опять же, посмотрим. Покупать, как бы, доллары по текущим, ну, не знаю. Мне как-то не очень хочется. Просто дело в том, что у меня там у клиентов есть как рубли, так и доллары. Поэтому варианты следующие. Если доллар идет по, скажем так, сценарию Армагеддон, вот, ну, где-то там выше 75, если он туда дойдет, мы рассмотрим вариант продажи валюты. Ну, если же не пойдет, и все-таки до конца года я рассчитываю, что нефть пойдет куда-нибудь на 50-55, и, соответственно, рубль может еще сходить на 65, да, может быть, и ниже. Ну, там будем рассматривать покупку валюты. В этом году уже сделки с валютой произведены были определенные, достаточно неплохие, поэтому, ну, вот, как-то так. А у тебя, ты можешь сказать, положительные доходы с начала года, кстати? Пока да, слава богу. Ой, я, знаешь, обычно никого не обманываю, я хочу сказать, как я получил эту валюту. А то люди скажут, на самом деле, да, мне перечислили за одно хорошее дело эту валюту, за одну услугу. А я просто отдал до других людей, я отдал этим людям рубли, а валюту забрал себе. Ну, как бы получилось, что у меня валюта. Так что, не то, что я пошел на биржу, купил валюту, чтобы людей не обманывать, надо сказать, вот так вот. Я отдал свои рубли, а взобрал эту валюту. Не проблема. Значит, все, Сергей, на этот раз я ничего не забыл? Ну, не знаю, тебе виднее, ты же ведущий. Я ничего не забыл, про робота я тоже помню, между прочим. И я помню, я обязательно на эти выходные, сейчас же уже все в Москве, режим самоизоляции снят, обязательно присмотрю робота и, ну, вручу тебе его, как-то пересечемся в офисе уже. Дорогие слушатели, радио теле, радио Романа Андреева, которого пока не запустилось, и вообще, всех вас с праздником. Да, с праздником, дорогие друзья.